Едем по длинному изгибу. Доброе утро. На часах 7. Выспался не очень, как обычно и бывает в первый день похода. Нужно время на адаптацию. Ночью жужжали комары. Под утро к ним присоединились птицы. Ввиду теплой погоды спальный мешок с собой не брал. Взял легкий бивачный мешок из плотного материала. Взгляните, какая компания собралась под внешним куполом палатки. А это мой фонарик. Посмотрим, что творится снаружи. Ускоколейка находится в той стороне. Солнышко уже припекает. Довольно живописное место я выбрал вчера в темноте. Как хорошо позавтракать на природе. Сделаем доброе дело. Посеем яблоньку. Расти. Цвети. Плодонось. Гайворонская узкоколейка имеет две ветки. Первая – Гайворон-Рудница. Протяженность 78 километров. Почти полностью проходит по Винницкой области. Вторая – Гайворон-Голованевск. Проходит по Кировоградской области. Протяженность 52 километра. По ней сейчас поезда пассажирские не ходят. Поэтому сосредоточил свое внимание на первой ветке. Можно было бы, конечно, пройтись на Голованевск. Но туда и обратно получается 104 километра. Как-то многовато. Тут хотя бы на исследование первой ветки хватило времени. Посмотрим карту. Для наглядности прочертил маршрут на сайте graphhopper.com. Он позволяет автоматически строить маршруты между указанными точками по пешеходным, велосипедным и автодорогам. Железные дороги пока не поддерживает. Ускоколейка проходит здесь. Вот город Гайворон. Находится у границы Кировоградской области. Через реку Южный Буг начинается Винницкая область. И конечная станция Рудница. В своих предыдущих походах по узкоколейкам в одну сторону я шел пешком, а обратно возвращался на поездке. Сейчас же расписание узкоколейки и поезда на Винницу плохо стыкуется, поэтому думаю сначала проехаться на станцию Рудница, а обратно пешком. Согласно расписанию из интернета, поездок отправляется в 11.03 сегодня. Нужно собираться. Заело штатив для камеры, складывая его, поранил правую ладонь в двух местах. Не сказать, чтобы сильно, но в походе такие события особенно неприятны. Отправляюсь в путь. Благодарю это место за приют. Отдельная благодарность полной луне, которая вчера в темноте облегчила мне установку палатки. Земляника. Какая красивая. Отведаем. Ай, хороша. Можно было бы еще поискать, но на часах уже 9.45, поезд ждать не будет. Вот и узкоколейка. Слева виден мост через реку. А я иду направо. Возвращаюсь в Гайворон. Пока шел по лесу, видел еще несколько кустиков земляники. Здесь ее довольно много. Слева и справа присоединились ширококолейки. Левая, согласно карте, ведет на Винницу. Левее возвышается кран. Вчера во мраке он мне казался довольно зловещим. Указатель начало третьего километра. До вокзала осталось 2 километра. На пути то ли коза, то ли козел. А где рога? Любопытное животное. Не боится. Пошли первые дома. Вот так выглядит вчерашняя улица под фонарями при свете дня. Согласно указателям, эта улица центральная. Левее большой вагон, а впереди два маленьких. Возможно, в каком-то из них я сегодня проедусь. Добрался до перона. Похоже, винницкий поезд так и стоит. Согласно расписанию, сегодня ночью он должен ехать обратно в Винницу. Вот и вокзал. На часах 10.30 осталось уточнить, откуда отправляется поездок. Я вижу слева еще какой-то вроде вокзальчик, вагончик. Возможно, оттуда схожу пока на большой вокзал. Такая здесь обстановка. Довольно уютно. Подъезжает паровозик. Пока поехал дальше. Оказалось, что билет нужно брать на большом вокзале. Поэтому возвращаюсь обратно. Вручили мне такой вот билетик. 25 гривен. Интересно, что билет из Винницы в Гайворон тоже обошелся мне в 25 гривен. А вот из Киева в Винницу 72 гривны. Хотя ехать и меньше, и условия менее комфортные. Паровоз вернулся и прицепил вагончик. Туалет. Вот такая обстановка. Посмотрим на паровоз вблизи. Вот такой состав. Всего один вагончик. На Боржавской узкоколейке два, а на Антоновской целых три. И отъезжаем. Пока Гайворон. Согласно расписанию, на станции Рудница должны быть в 14.48. В пути 3 часа 45 минут. Поехали на мост. Через Южный Бух. Мост после третьего километра. Остановка 5-й километр. Пришел проводник, ругался, чтобы я не стоял на подножке во время движения. Ну, его можно понять. Безопасность прежде всего. Местный житель рассказал, что раньше поездок ходил за Голованевск, аж в Николаевскую область, до станции Подгородняя. 112 километров. Если бы поездок на Голованевске еще ездил бы, то общая длина была бы 130 километров. А если бы ходил до Подгородней, то всех 190. Проезжаем остановку Устя. Люди с велосипедами вышли. Стало свободнее. Дядька с одним из велосипедов, оказывается, бывший машинист. Он и рассказывал истории, как было раньше и как сейчас. Огороды здесь были у железнодорожников вдоль узкоколейки. Поезд ходил, их собирал по вечерам, когда они с урожаем ехали по домам. Сейчас все пусто, только поля большие стоят с кукурузой, подсолнечником, соей. Все меняется. Когда-то здесь была очень мощная сеть узкоколеек. От Гайварана еще шла ветка на Бердычев через Винницу. А за Рудницей тянулась ветка аж в Молдову. Паровоз дымит. Рельсы тянутся в необозримую даль. А над ними летают бабочки. Проехали 19-й километр. В салоне жарковато, а здесь так хорошо. Боржавская, Антоновская, Гайварская, Ускоколейки. Это те поезда, которых я большую часть пути предпочитаю проводить в Тамбуре. Проезжаем в Бершадь. И здесь снова люди вещей наставили. Кто добрался ближе к паровозу. Поехали 28 километр. Поехали 28 километр. Когда едем через лес, иногда ветерок приносит запах землянейки. Вещей с той стороны еще добавили. Перебрался чуть вперед. Проехали станцию Яланыц, а за ней Яланыц-2. 39-й километр. Ровно половина пути. Поезд по пути разгоняет стаи бабочек. Покидаем станцию Каташин. Машинисты вручную отодвигают заграждение на переезде. А потом, наверное, ставят обратно. За переездом остановка дохнут. А переезд на 50-м километре. Едем по длинному изгибу. Песа полой сменяются широкими полями. 60-й километр. Осталось 18. Освободилось место у открытого окна. Здесь хорошо. Хорошо ехать в малолюдном вагоне. Вот мы и приехали. Осталось достать свой рюкзак. Использовало вещей. Вот она, рудница. Станция, рудница. Во всей красе. Порвозик уже туда отъехал. Назад. Вагончик стоит один. И теперь предстоит путь пешком обратно. Сейчас прицепят вагон с другой стороны. И через час обратный маршрут. В руднице, похоже, есть лесопилка. Пока иду по дороге вдоль узкоколейки. Слева появилась ширококолейка. Насколько я помню по карте. Она ведет в сторону Одессы. А в другой конец наверное, то ли жмеренка, то ли вопнярка. А может и туда, и туда есть пути. Кстати, границы Одесской области здесь совсем рядом. Можно было бы и на море сгонять. Но у меня сейчас другие планы. Впереди, похоже, остатки старого моста. А также указатель начало 77-го километра. По ширококолейке проехал товарняк. Земляника растет прямо между рельсами и шпалами. А также по бокам. Не зря ветерок в поезде приносил ее запах. Проводник рассказал, что еще в прошлом году поездок из Гайвара-Новголованевск ходил. А в этом уже отменили. Возобновят ли неизвестно. Да, места здесь глухие. Как и вдоль Антоновской узкоколейки. На Боржавской чуть многолюднее. А на Выгодской сначала идут села, а потом только лес и горы. На часах 15.52 время отправки поездка из Рудницы. Скоро должен быть здесь. Решил устроить видеозасаду из леса. Уже слышу, как подъезжает поездок. Что-то случилось с телефоном. Белый экран. Выключаю, включаю. Вынимаю аккумулятор, вставляю обратно. Сим-карты. Ничего не помогает. Наверное, накрылся дисплей. Часов с собой нет. Придется ориентироваться по солнцу. Досадно, конечно. Но что поделаешь. В утешение отведаю яблочко. Лучше поздний обед, чем его отсутствие. Продолжаю путь. Пока ел яблоко. Комары меня самого чуть не съели. Точное время теперь не знаю. Но думаю, примерно между 16 и 17. Справа красивое поле. С рожью или пшеницей. Слева заросли. Что интересно, когда я включаю телефон, то он принимает пин-коды сим-карт, которые я вожу вслепую. И даже играет музыкальная заставка загрузки системы. Но ничего не видно. То есть, по идее, другие могут мне звонить, и я могу снять трубку, а вот я позвонить никому не могу. Другой интересный нюанс. Вспомнил, что на камере тоже есть таймер. Порылся в настройках, и теперь время отображается на экране. Сейчас, кстати, 17.40. Слева заброшенное здание. А впереди, похоже, первая остановка после рудницы. Чуть дальше еще один домик. Это вроде не заброшенный. Замок на двери. И даже вещи сушатся. А вот и название остановки. Нефар. Одесская железная дорога. Согласно расписанию, ближайший поезд на Венницу, если не считать сегодняшнего, будет в ночь с четверга на пятницу, а следующий с субботы на воскресенье в 0 часов 58 минут. Сегодня вторник. То есть мне нужно быть в Гайвороне либо послезавтра вечером, либо уже в субботу вечером. В первом случае нужно идти побыстрее и поменьше останавливаться для съемок. А во втором варианте можно расслабиться. До субботы я по-любому успею. Может даже смогу денек отдохнуть на берегу реки Южный Буг. Посмотрим, как пойдет. Вышел на поле. Повеял благодатный ветерок. По бокам серые бетонные заборы и красивые розовые цветочки. Над левым забором какая-то надпись. Начало 67-го километра. Впереди виднеются домики. Думаю, на сегодня пора закругляться. На часах 19.34 до Гайворона осталось 66 километров. Выходит сегодня от трудницы я прошел 12 километров. А утренние 2,5 можно считать разминкой. Сейчас сверну в заросли и буду искать место под палатку. Через заросли идет грунтовая дорога. Пройду немного вперед, посмотрю место посвободнее. Нашел небольшое пространство. Здесь я остановлюсь. Вот я и в палатке на часах 20-30. Внешний тент пока светло не навешиваю. День сегодня прошел не совсем удачно. Утром ладонь поранил. Днем дисплей в телефоне накрылся. Зато вечером все хорошо. И проехался, и прошелся всего понемногу. Буду ужинать, отдыхать и готовиться ко сну. Желаю вам спокойной ночи, друзья. До завтра. Субтитры подогнал «Симон»